Собирать урожай винограда готовится на востоке Грузии. В Кахетии ртвели вот-вот стартует, однако из-за пандемии у многих винодельческих предприятий проблемы с реализацией еще прошлогодней продукции. Решением правительства виноградарям для поддержки отрасли будет выделена государственная помощь. На плантациях Алазанской долины побывал наш корреспондент Михаил Рабакидзе. На территории этой экспериментальной базы собрано около 900 сортов винограда со всего мира. Причем 500 из них произрастают в Грузии. Есть такие редкие сорта, как джани, хихви и черный ркацители. По рядам этой плантации можно изучать географию. Вот оно, виноградное братство. Рядом с итальянским сортом террано, грузинский джвари. А капризный местный кунза соседствует с французским гаме. Однако для производства вина основные сорта – саперави и ркацители. Большая часть продукции именно из них. В этом году мы ждем хороший урожай. По традиции сбор стартует в Ахмедском районе, в Телаве. А далее по всей Алазанской долине. Завершится в Сагаредже. В основном на экспорт идут красные вины, поэтому соответствующие сорта предприятия будут закупать сами. С белыми сортами поможет государство. Субсидия составит 30-40 центов за килограмм. Таким образом приемные пункты смогут покрыть расходы на хранение и переработку винограда. А местные получат гарантированные доходы от сдачи продукции. В ситуации, когда отрасль получила удар от COVID-19, для кахетинских виноградарей – это возможность выжить. Правительство дает поручение профильному министерству оказать максимальное содействие региону. Мы понимаем все проблемы глобального масштаба, но важно сохранить отрасль. Большая часть продукции идет на экспорт. В прошлом году Грузия отправила за границу 96 миллионов бутылок вина. В лидерах – Россия, Украина, Польша, Китай и Казахстан. Михаил Рубакидзе, Хвичи Самадашвили и Бесоми Кукишвили. МИР24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова